Что нужно сделать, чтобы можно было дышать спокойно, чтобы не было всех примесей, чтобы снизить все выбросы от Мечила в атмосферу Челябинска? В день прилета федеральных чиновников в Челябинске ясное небо. Кроме территории Мечила, здесь своя атмосфера. Руководство промышленного гиганта объясняет, чтобы снизить объемы выбросов, заводу предстоит реконструкция самого грязного производства, как Сахима. Срок исполнения – полтора года. За последние 2-3 года примерно мы сделали над всеми коксами, над 14 коксами батареей, которые мы сделали новую, сделали газосборники. Когда открывается дверка, газ уходит вверх. Вот эти все системы сверху, которые стоят, они улавливают газ, и он по стокам уходит в систему фильтрации, уходит уже чистый воздух. Накануне Мечил подписал с губернатором ДОП-соглашение по снижению выбросов. Правда, на заводе почему-то посчитали, что таких результатов от них ждут к началу 2025 года. У федерального правительства другие данные. И делать промышленникам поблажек Кабмин не намерен. Такого быть не должно. Пока тут есть хозяин, этот хозяин должен вкладываться в экологические программы и не продлевать вправо до бесконечности программы экологической по модернизации таких производств. У нас есть четкая задача к 2024 году. Коллеги пытались сказать, в 2025 все будет, не в 2025. В декабре 2023 уже должны быть ощутимые результаты. Проверка ждала и еще один промышленный гигант ЧТПЗ, который тоже обязан снизить выбросы до 2024 года. Теперь отслеживать загрязнителей воздуха в Челябинске стало проще. Вице-премьеру показали обновленную систему эко-мониторинга. Ежедневно на станциях берут пробы воздуха, а в едином центре, который открыли в декабре, можно увидеть источник загрязнений онлайн. Фиксируют выбросы из бывшей челябинской свалки. Правда, теперь куда меньше, чем до рекультивации. По словам подрядчиков, работы уже завершены на 80%. Впереди запуск оборудования и утилизация газа. Мы можем наблюдать преломление газа. Он выходит. Соответственно, появляется запах свалочного газа, который в процессе будет полностью обезврежен при температуре более 1000 градусов. Оставить дурную славу на свалке истории полигон должен до конца года. Правда, у столичных ревизоров возник вопрос – что же дальше? Губернатору предложили устроить на 74 гектарах земли новую зеленую зону. Я ему предложила, может быть, деревья все-таки. Во-первых, корневая система укрепит этот холм. Не будет давать развиваться ни ветровой, ни водной эрозией. Хотя инженерные коммуникации с точки зрения сбора ливневки выполнены очень хорошо. По мнению Виктории Абрамченко, такой шаг даже может помочь Челябинску с выполнением еще одного федерального проекта «Сохранение лесов». Например, есть перспективы развивать на территории региона сеть питомников.